Я появился в королевстве под названием Ревери, где случилось что-то необъяснимое. Дело в том, что прямо в центре королевства образовался эпицентр генерирующих тьму, породивших жутких монстров и всяких кошмаров. Незадолго перед моим восхождением мне предстоял выбор, кем хочу стать, биовульфом, танком или магом, а может скрывающий во тьме воином. Мой выбор пал на биовульфе, ибо пошел без друзей. С этого места все и начинается. Начальные таланты в таверне рандомные и улучшают уже имеющие таланты. Если сравнить стандартный талант моего щита и вот уже прокачанный, то разница видна издалека, так же как и эти таинственные рандомные карты. Но в прибывшие жуткие обитатели королевства Ревери уже выбрали себе местечко под самой тьмой и чем дальше уходишь, тем сложнее становится. Однако, быстрее мои способности переходят на новый уровень, и добыча лута становится более прибыльной, ведь от навыков и предметов, которых можно найти в сундуках, зависит дальнейшая судьба спасения королевства. В это тяжелое время на прилавках не купишь красивых цветов домой или бочку рома. Вместо этого на прилавках продаются адаманты, которые улучшают броню или волшебное яблоко, повышающее живучесть. Но из-за золота можно потренировать свои уже открытые способности. И тут возникает вопрос, что покупать броню или живучесть, а может улучшить способности? Деньги у монстров в карманах не найдешь, поэтому приходится лезть во всякие дебри для добычи золота. На моем пути встретился единственным в этом королевстве персонаж, который не хотел меня сожрать и просил ему помочь. Я начал подозревать неладное. Просьба оказалась логичная, собрать солому для строительства разрушенной хижины. Однако после сдачи соломы случилось это. При первой же опасности меня покинул свин. Я бился как великий викинг против орд темных сил. К сожалению, силушки мне не хватило и домик сломали. Даже после кидалого от единственного персонажа, который не хотел меня сожрать, я не унывал и побежал добывать золото в особых опасных местах. Однако, по истечению времени пришло время сражения с одним из боссов. Я проходил игру неоднократно, и поэтому мне не так сложно одолеть босса, ибо каждый герой имеет свой личный уровень. А с каждым уровнем герою открываются более эффективные способности. На данном этапе небольшая часть геймплея для примерного понимания, как и что происходит без нарезки. Ну а дальше уже подведу итоги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...